Доброго времени суток, уважаемые жители! Наша республика? Промышленность, с учетом меняющейся макроэкономической ситуации, себя чувствовала, чувствует на протяжении этого года? И, может быть, вы дадите какие-то прогнозы на год 2015, потому как от того, как будет чувствовать себя отрасль, зависит, сможем ли мы исполнить свои бюджетные обязательства? Да, на самом деле, на прошедшей неделе на публичных слушаниях депутаты Государственного совета республики подвергли определенной критике. Тот законопроект по бюджету на 2015 год, на перспективу 2016-2017 годов. В целом, конечно, учитывая определенные геополитические условия, складывающиеся в мире, сегодня нас в определенной степени настораживает ситуация, которая может повлиять на промышленное производство предприятий, находящихся на территории Чувашской республики. Сегодня в нашей республике, если смотреть по состоянию, по коэффициенту малого и среднего бизнеса, то порядка, наверное, на 1 января текущего года отчисления бюджета различных уровней Чувашской республики от малого и среднего бизнеса составили порядка 2,1 миллиарда рублей. В целом, у нас бюджет Чувашской республики на 43% формируется за счет промышленной составляющей того валового продукта, который производит у нас малый и средний и крупный бизнес и различные отрасля промышленности. Мы предусматриваем, что до конца 2014 года бюджеты различных уровней пойдет у нас налогов от малого и среднего бизнеса до 2,3 миллиарда. Ну и в целом, наверное, по отгруженной продукции, если брать обсуждение самого бюджета на 2015 год, мы прогнозируем, значит, отгруженная продукция будет порядка на 176 миллиардов рублей. Это, конечно, оптимистический такой вот вариант. Министерство экономического развития склоняется к тому, что министерство рассматривает и оптимистический вариант, и пессимистический вариант. Почему? Я уже сказал. Потому что есть определенные, складываются определенные геополитические условия вокруг нашей страны. В целом, я считаю, есть ряд объективных, субъективных причин, которые, наверное, позволят все-таки сегодня не так мрачно смотреть в завтрашний день. У нашей отрасли промышленности есть хорошие перспективы для того, чтобы производство развивалось, для того, чтобы не сокращались рабочие места, для того, чтобы пополнение в казну Чувашской республики осуществлялось на том же уровне, как и предыдущий 2014 год, текущий, получается, год. И все-таки сложившиеся ситуации. Какому сектору экономики приходится труднее всего? Малому, среднему бизнесу или крупным промышленным предприятиям? Вы знаете, вот если в целом посмотреть на оценку ситуации с точки зрения президента страны, председателя кабинета министра страны, оценку, которую сегодня дает Михаил Васильевич Игнатьев как глава нашей республики, то, конечно, наверное, всегда испытывают проблемы при вот этой непонятной политической конъюнктуре. Испытывают, конечно, крупный бизнес. Мы, представители малого и среднего бизнеса, мы наиболее конкурентоспособные. Мы выживали и выжим и в этой ситуации. Мы прошли и через 1998 год. И мифический, я в кавычках это слово называю, мифический 2008 год, в котором, в принципе, лакокрасочная отрасль Чувашской республики, которую я представляю в госсовете, она не испытала таких проблем серьезных. И те объемы производства, которые были у нас на протяжении последних лет, на эта ситуация никак конъюнктура не повлияла. — Один из таких последних модных трендов — это привлечение в экономику инвесторов с большими деньгами, с интересными крупными проектами. Вот сегодня можем ли мы говорить о том, что Чувашская республика для стороннего инвестора привлекательный регион? Что мы можем этим людям, этим большим деньгам предложить здесь, на нашей территории, чтобы они не просто пришли, они остались, им было интересно здесь работать, развиваться? — Я всегда был и остаюсь патриотом своей республики, потому что родился на территории Чувашской республики и вырос. И бизнес сегодня, который выстраиваю на протяжении 15 лет, он также работает в Новочебоксарске на территории республики. С точки зрения привлекательности инвесторов, сегодня и Кабинет министров, и глава республики принимают ряд мер для того, чтобы бизнесу было привлекательно, бизнесу крупному инвесторам было интересно и, наверное, даже в первую очередь выгодно. Потому что любой бизнес ставит в углового угла проблему получения прибыли. В противном случае нет вообще и не должно возникать вопросов начинать и начинать бизнес. Первое — это прибыль. Так вот, я считаю, на территории Чувашской республики есть ряд хороших, удачных примеров. Это вот в 2013 году у нас, моим коллегой по Государственному совету Чувашской республики, депутатом Угасла, открыт замечательный кирпичный завод Кетра в одном из районов республики. Открыт тоже родственниками, сыновьями тоже моего коллеги по Государственному совету открыто акционерное общество «Ядрин молоко». На самом деле это серьезные инвестиции, это серьезные денежные вливания в экономику нашей республики, которые позволяют, опять же, создавать рабочие места, увеличивать налоговые отчисления бюджета Чувашской республики и, соответственно, привязывать еще и другую инфраструктуру. Потому что на каждое предприятие работающее создаются еще и логистика и ряд других вещей, которые позволяют этому бизнесу расти, создавать валовый продукт, его реализовывать и так далее. В целом, конечно, нам надо, я считаю, кабинету министров, в первую очередь Министерства экономического развития, поучиться, наверное, посмотреть, не поучиться, а посмотреть на те приемы и на те подходы, которые сегодня на территории Татарстана притворяются. Мы с вами были летом текущего года в гостях у наших татарских законодателей. И вот что нам всем без исключения депутатам Госсовета понравилось, это то, как правительство республики подходит к задачам, которые ставятся перед депутатами Госдумы от Татарстана. То есть каждый депутат в Госдуме Российской Федерации от Татарстана имеет четко поставленные цели и задачи. Один отвечает за химическую отрасль, второй отвечает за агропромышленные комплексы, за нефтянку и так далее. Так вот, на примере, опять же, Казани, то, что близко мне, буквально в этом году, в марте месяце, Внешэкономбанк выделил 7,8 миллиардов рублей, это работа депутатов Госдумы от республики, для создания производства синтетических полимеров на базе завода синтетического каучика. Полностью производство модернизируется, и при этом, на что очень важно обратить внимание, что государство сегодня, федеральный центр, оказывает серьезную поддержку в вопросах импортозамещения. Сегодня ставится задача президентам страны, предположим, в химической отрасли, ставится задача стратегии разработать и подписать стратегию развития химической отрасли до 30-го года. В рамках этих задач, как раз на СК, на синтетическом каучике, и реализуется проект. Минпромторг Российской Федерации выделяет средства. Вместе с самим заводом они вливают еще 2 миллиарда рублей. Почему нам не брать пример от взаимодействия местная законодательная исполнительная власть и представителей нашей исполнительной власти в Совете Федерации, чтобы наши представители выбивали деньги на отрасли промышленности, курировали, требовали, ставили задачи. То есть сегодня можно говорить о том, что они слегка недорабатывают. Я считаю, да. В этих вопросах мы должны все-таки наших депутатов Государственной Думы немножечко, наверное, напрячь в этой ситуации, озадачить проблемами, складывающимися в различных отраслях промышленности, для того, чтобы создать нормальную, положительную конъюнктуру, которая позволит развиваться промышленность в текущем 2015 году. И с точки зрения, конечно, поддержки бизнеса, я считаю, что в 2015 году правильно было принято решение федеральным центром по вопросу поддержки таких вот локомотивов экономики, то, что было принято решение с главой республики, кабинетом министра Чувашской республики. Сегодня предпринимаются все меры для поддержки и удачно решаются новые, и в том числе инновационные проекты на заводе, на концерне тракторные заводы, на промтрактор, на промлити, на предприятиях электротехнического и ряде других предприятий. То есть большим предприятиям дают возможность, их вводят в программу по поставке, ну, понятно, опять же, я возвращаюсь к геополитике. У нас сегодня военно-промышленный комплекс, он на волне. Вот. И многие заводы также, вот, ЧПО, Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева, коллега, депутат Единоросс возглавляет этот завод. Они получают контракты до 2020 года. Уникальное покрытие разработано для подводного атомного флота Российской Федерации. У нас Чебоксарский электроаппаратный завод разработал электротехнические узлы для обеспечения ледокольного флота. Я считаю, вот эти вот локомотивы сегодня, большие предприятия, которые являются градообразующими предприятиями, у нас, например, у НОЧБОКСАРСКИ, это акционерное общество «Химпром», которое также активно развивается. Им, конечно, государство сегодня должно помогать, помогать в рамках обеспечения каких-то объемов продаж, государственного заказа. Если мы уже возвращаемся на наш внутренний рынок, то в рамках Чувашской Республики, учитывая, что все-таки за малым и средним бизнесом, за бизнесом, который является сегодня более конкурентным, чем большой бизнес, будущее, в Европе сегодня валовый продукт делается на 75% малым и средним бизнесом. На 75%. У нас, к сожалению, процентов на 26 по НОЧБОКСАРСКИ. Это малый и средний бизнес. Кабинет министров, Министерство экономического развития, оно, понятно, оно многое делает, и мы сейчас прорабатываем, изучаем цифры непосредственно, смотрим на цифры, которые позволяют дальнейшему развитию отраслей промышленности. Так вот, здесь вот непосредственно на территориях опережающего развития, на территориях отдельно взятых предприятий, представители малого и среднего бизнеса, министерство работает, но вместе с этим, я возвращаюсь, опять же, год назад в своем ежегодном послании к депутатам Государственного совета Чувашской Республики, к Кабинету министров. Глава Республики четко обязал, что, уважаемые коллеги, вы должны поддержать инновационный бизнес Республики. В этом вопросе у нас министерство, представители Кабмина, сделали определенные шаги, но с условиями, с которыми мы можем столкнуться в 2015 году, я считаю, что министерство недорабатывает. Оно должно еще больше отдела кидать на амбразуры. Поэтому я считаю, вот в такой не совсем легкий период развития экономики в 2015 году Кабинет министров должен вплотную заняться вопросами поддержки малого бизнеса. Я понимаю, что с точки зрения, законодательной точки зрения, мы здесь не должны переступить и законодательство, антимонопольного законодательства, потому что есть тоже определенные требования, которые предъявляются. Сергей Петрович, раз уж вы коснулись вот этой связки промышленности и законодательства, законодательство. Законодательная республиканская власть, она для бизнеса сегодня кто? Я считаю, что, учитывая, что наши избиратели, приходя к урнам, голосуют за нас, и они верят в том, что мы приходим в законодательное собрание республики решать их проблемы, то, конечно, первая задача, мы должны были, есть и должны оставаться помощниками, в первую очередь, и для бизнеса, и для рядового жителя Чувашской республики. И все эти меры, и вся та работа, которая сегодня проводится законодателями, в частности, депутатами-единороссами Совета Чувашской республики, она, в первую очередь, направлена на улучшение жизни жителей Чувашской республики. Мы сегодня работаем над совершенствованием законодательных актов. Я уже сказал, что совместно с Министерством экономического развития мы вплотную последние полгода занимаемся разработкой тех нормативных актов, которые позволят законно кабинету министров помогать инновационным предприятиям республики. Сергей Петрович, я желаю вам успехов и в вашей производственной, и в вашей законодательной деятельности. А нашим зрителям напоминаю, что в гостях программы законодателя был депутат Государственного Совета Чуваши Сергей Михеев.